Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Все мы с вами помним высказание Марии Васильевны Шукшиной, когда ее награждали. Я думаю, что все в курсе, о чем идет речь. Будем считать, что все. И, конечно, вирус бескультуре, о котором она сказала, мы об этом говорим постоянно с вами, о том, что моральное разложение общества семимильными шагами просто идет. И вот, вы знаете, дело все в том, что, как пишут СМИ, малограмотная Анастасия Ивлеева, это блогер, она номер один авторитет у подростков. Напомню, что она не знает школьную программу, отцы и дети она считает, что написал Толстой, фамилия Джугашвили ей ни о чем не говорит. Ну, в общем, она прямо заявляет, что образование для успеха не нужно. Ну, то есть, делает все и заявляет так, чтобы подростки понимали, так как она авторитет, она вот с помощью, значит, там блогов и так далее, более двух миллионов долларов в год зарабатывает. Делает все, чтобы подростки не хотели учиться, не хотели, значит, что называется, грызть гранит науки, становиться людьми, а просто брали телефон, и шли на улицу, снимали, считая, что они станут так же миллионерами, не понимая, что без помощи кого-то, или чьей-то помощь, или денег вложенных, вбуханных в рекламу, не становятся знаменитыми. И потом эти подростки оказывались на улице с метлой в руках. Делает все, чтобы, в общем, побольше было дворников на стороне. Ну, значит, и вот что пишут. Разгневанная Шукшина влепила смачную пощечину ряженым в платье извращенцам. Значит, Мария Васильевна Шукшина стоит у нас на страже марлинастных ценностей, и это очень хорошо. Я вообще ее вижу, вот, ее, цискоридзе, таких людей, значит, теми людьми, которые занимаются культурой в нашей стране, и тогда не будет, знаете, не нужно будет разговоров о цензуре, как она будет, цензура, как это выглядит. Просто не будет той чернухи, которая есть, и никакой цензуры не нужно будет. Вот что пишут. Недавно вот эта Анастасия Ивлеева анонсировала выпуск нового шоу с участием Дрэк Квинн. Поспорю, что вы не знаете, кто это такой Дрэк Квинн. Что это вообще за явление? Я, по крайней мере, не знал. Артистов мужского пола, которые используют женские образы, переодеваясь в соответствующую яркую одежду. Ну, то есть очередная чернуха какая-то, которую решили показывать молодежи. Мария Шукшина заявила, что нужно срочно закрывать данную программу. Я могу сказать, что Мария Шукшина вообще, Мария Васильевна, уже неоднократно высказывалась по поводу телевидения. Я абсолютно поддерживаю. Считаю, что оставить можно только одну программу. Корчевникова, судьбу человека. Все остальное можно убрать. Потому что все эти ДНК, значит, ДНК, потом наследство, кто с кем переспал, и, значит, Украина или Америка, загнивающий Запад, в общем, где у всех, кто это говорит, всякие дачи, дома там и так далее. Родственники живут, дети там, родители на загнивающем Западе, в Америке и так далее. И я считаю, что да, все эти программы нужно уже давно убрать и сделать телевидение развивающим, сделать телевидение таким, которым оно должно быть. Вообще вспомнить, для чего оно было создано, телевидение. И кто вообще использовал его для вот такой галимой прям пропаганды. И кто вообще все это делал. Блогер крайне удивил и поклонников, это Ивлеева вот эта, решившись на подобное. Еще раз прочитаю, на что она решилась. Это новое шоу с участием Дрэк Квинн, артистов мужского пола, мужчин, которые используют женские образы. Суть передачи заключается в том, что представители направления соревнуются между собой. То есть мужики, одетые в женщин, соревнуются между собой. Ну, другого уже ничего не придумаешь, развивающего умного для подростков. Только это. То есть как еще больше, чтобы мозги свихнулись у детей? Только вот показать мужиков, переодетых в женщин. Ну, чтобы еще больше было. То есть у нас пропаганда запрещена, но здесь же пропаганды нет. Просто переоделись. А может и есть, не знаю. Знаменитость пообещала зрителям роскошные танцы, песни, забываемые появления. Некоторые артисты уже посетили съемки, активно делились новостями в своих личных блогах. В своем инстаграм Анастасия Ивлеева часто выкладывает провокационные отрывки из роликов, которые позднее будут выложены на ютуб. То есть на платформе ютуб, я так понимаю, будет выходить эта программа. Но в само мероприятие уже могут попасть лишь те на само мероприятие, кому уже есть 18 лет. То есть прийти посмотреть туда непосредственно. Однако многих волнует тот факт, что позднее любой ребенок сможет зайти на видеохостинг и посмотреть все выпуски программы в режиме онлайн. Ребенок зашел в инстаграм и смотрит на переодетых мужиков, которые в женской одежде соревнуются друг с другом. Действительно, что такого? Этот вопрос беспокоит Марию Шукшину. Ее шокируют подобные новости. Она отметила, что мероприятия такого рода развращают ум. Абсолютно согласен. Золотые слова. Золотые слова. При этом, по мнению Марии Васильевны, поколение уже потеряно из-за бескультурья, которая царит в нашей стране около 30 лет. Дальше будет хуже. Пессимистично заверила Шукшина. Но то, что происходит, действительно не может не вызывать опасений. Меня удивляет общественность. Всем абсолютно пофигу, что ли. Когда я уже говорил, что я о чем-то говорил, там Оргенштерн, Милохин, Бузова и подросток мне написал, а вы же виноваты в этом. Дом-2 там вот ругаете. А что вы ничего не сделали, чтобы обезопасить нас, детей, от этого? Вы же с вашим умолчателем согласен. Вы же люди. Вы же народ. Ну и вам показывают, вы смотрите. Поэтому что вы тогда ругаете-то? Ну и мне нечего было ответить. Так есть же. Нам показывают, мы смотрим. Нам показывают, мы едим. Поэтому, что кого-то ругать-то, если, что называется, у самого рожа криво, правда? Поэтому в данном случае я могу сказать, что вот такого подобного рода шоу, конечно, они сделаны для хайпа, они сделаны для того, чтобы шокировать. Но кого шокировать-то? Ну, в Ютьюбе кто сидит? Подростки. Поэтому подростки будут смотреть эту программу, понимать, что это шок. У Ивлеева миллионы подписчиков, друзья, не десятки, не сотни, миллионы подписчиков, подростков, которые будут смотреть, которые будут смеяться, и которые в очередной раз у них будет смываться, вот эта грань вот эта будет смываться, того, что такое хорошо, а что такое плохо. Понимаете? То есть это ужасно абсолютно. Это поколение, которое уходит, советское, у которых действительно ценности воспитания еще людьми, бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками. И сейчас страшно просто становится, потому что, когда ты представляешь, что происходит в обществе, в каком обществе предстоит жить, например, твоим детям, и как их воспитать так, чтобы было понимание, при том, что из всех щелей вот эта вот валится вот эта вот чернуха, это, конечно, просто ужасно. Я считаю, что Мария Васильевна, как всегда, права. Я ее во всем поддерживаю. Друзья, с вами был Будда Гречна. Пишите просто ваши комментарии, что думаете на сей счет. Что думаете вообще, как воспитывать ребенка в условиях этой чернухи? Что делать с чернухой-то с этой? Как сделать так, чтобы дети не писали нам, что вы виноваты? Потому что вы же разрешили, чтобы все это было. Пишите просто ваши комментарии. Очень интересно будет почитать именно по этой теме. Меня это волнует тоже. Будда Гришна лайв канал. Вместе мы силы. Считаю, что только таким путем можем что-то добиться или обратить внимание на какую-то проблему. Поодиночке пропадем. Только вместе, никак иначе. И присылайте ваши новости, ваши сообщения в Инстаграм. Личными сообщениями. Будда Гришна, нижняя подчеркивая, нижка на латинице, на русском. Будда Гришна, три российских флагов. Всем пока, друзья. До встречи.